это человеческая природа исследовать неизвестное пересекать границы еще совсем недавно мы не пересекали самую близкую границу из всех всего в ста милях от любой точки на земле границу космоса за той границей где начинается космическое пространство и заканчивается живительное дыхание земли находится царство столь же обширное как само время таинственное многообещающее полное чудес даже после того как ракеты наконец приблизили эту обширную область к пределу досягаемости необходимо было ответить на фундаментальные вопросы прежде чем люди рисковали своими жизнями чтобы отправиться туда можно ли построить космические системы позволяющие человеку выживать в космической среде столь отличной от земной которая питает человеческую жизнь и рост прежде чем космический корабль мог быть безопасно запущен с людьми на борту ученые медики должны были использовать самые передовые навыки дистанционной медицинской практики которые еще не были приобретены в профессии врача на земле должны были адаптировать небольшой опыт накопленные на кораблях самолетах и в дальних исследованиях на суша во льдах и на море но космическое пространство все еще было неизведанным океаном осторожно продвигаясь сначала в моделировании космического полета а затем в реальных полетах в космос эти первые несколько астронавтов и космонавтов приняли вызов они доказали что люди могут выжить с надлежащими системами жизнеобеспечения в новых условиях по крайней мере в течение коротких периодов времени и они открыли еще один неожиданный рубеж благодаря опыту в космосе и новым методом космической медицины появились новые возможности и проекты для улучшения медицинского обслуживания на земле давай рассмотрим некоторые методы которые были разработаны в космической медицине затем кратко рассмотрим некоторые возможные разработки в науках о жизни будущего даже когда беспилотные спутники спутник и explorer летали в космосе вокруг земли люди находили некоторые ответы и все больше вопросов касающихся способности человека выжить там астронавт мог бы унести с собой свою собственную мини земную среду мир в космической оболочке космический корабль и скафандр могли бы обеспечить его всем необходимым для жизнеобеспечения таким как атмосферное давление кислород для дыхания система отопления и охлаждения питьевая вода система удаления отходов и еда но смог бы он выдержать высокие перегрузки при взлете и возвращении в атмосферу может ли сама невесомость вызвать болезнь или неспособность функционировать может ли странное окружение и искусственная атмосфера вызвать тошноту или головокружение или повредить нежные органы внутреннего уха каково было бы воздействие космического полета на легкие сердца человека его кровяное давление и кровообращение жидкости и клетки его организма его температура опасно повысится или упадет как может измениться жизнь в космосе мышцы и кости нервы и железы специалисты по космической медицине провели бесчисленные тесты и наблюдения до того как люди были запущены в космос применяя методы земной медицины к моделируемым условиям космического полета при всех многочисленных мерах предосторожности доступных в контролируемых испытаниях невесомость может быть достигнута на 30-40 секунд за раз если лететь самолетом по дуге чтобы создать эффект похожий на ощущение которое вы испытываете в быстро падающем лифте большие центрифуги рассчитанные на человека дублировали силы тяжести возникающие во время запуска и возвращения в атмосферу испытания проводились с животными в коротких ракетных полетах и в вакуумных камерах чтобы изучить эффекты декомпрессии другие тесты проводились с мужчинами в чистом кислороде при пониженном давлении в течение различных периодов времени для измерения психологических и физиологических реакций дополнительные симуляции невесомости были проведены при погружении в воду и при длительном постельном режиме который оказывал на организм воздействие подобное тем которые как считается возникают в результате невесомости например потеря мышечного белка и минералов в костях кроме того были проведены исследования наклона стола да и после периодов постельного режима чтобы узнать больше о рефлексах которые обычно предотвращают скопление крови в наших конечностях когда мы встаем эти рефлексы становятся менее эффективными даже после короткого периода постельного режима или космического полета иногда это приводит к низкому кровяному давлению и вызывает слабость или головокружение и даже до того как первый человек был отправлен в космос были сделаны первые значительные прорывы на новых рубежах дистанционной медицинской помощи хотя медицинский пульт летного хирурга был удален всего на несколько сотен футов от объекта первый по-настоящему удаленный надзор за состоянием здоровья в космической программе соединенных штатов произошел с полетами одного человека в рамках программы меркурий во время них врачи на земле поддерживали наблюдение за состоянием пилота когда космический корабль проходил над головой никаких симптомов вообще я чувствую себя прекрасно сигналы биопотенциала были поданы в единый блок телеметрии на борту космического корабля и переданы медицинскому персоналу внизу исходные данные предполетных и послеполетных обследований каждого пилота были записаны система позволила врачу использовать свои навыки и опыт введения пациента в космическом пространстве довольно удаленном от его собственного но как и моделирование полета при испытаниях на земле полет на меркурий был скорее упражнением в наблюдении за состоянием здоровья и физиологических измерениях чем здравоохранение после меркурия последовали миссии из двух человек в рамках программы джеминой к настоящему времени в центре пилотируемых космических аппаратов были построены более сложные объекты для подготовки экипажа и сбора исходных данных это центрифуга с 50-футовым рычагом гигантские вакуумные камеры имитирующие среду космического полета и многие другие инструменты и возможности медицинского мониторинга во время полетов джеминой бортовые биоинструменты и возможности дистанционного мониторинга также были более полными чем в миссиях меркури датчики тела такие как те которые улавливают сигналы от сердца дыхания кровяного давления и пульса были подключены проводами к жгуту биоинструментов которые носили под скафандром астронавта другие новые датчики позволили врачам в хьюстоне проанализировать мозговые волны члена экипажа записанные когда он спал или выполнял упражнения внутри или снаружи космического корабля магнитофон был способен одновременно записывать 7 каналов биомедицинских данных для послеполетного анализа северная часть южной америки которую мы копируем для исследований сердца в дополнение к обычным показаниям электрокардиографа маленький микрофон называемый фонокардиографическим датчиком был прикреплен к грудной клетке для записи механических тонов сердца наряду с электрическими сигналами от датчиков экипажа любые изменения во времени можно было бы изучить двухнедельная миссия gemini 7 в частности проложила путь для миссий программы apollo в аполлоне медицинские исследования по дистанционному мониторингу во время орбитальных фаз полета трех человек были похожи на исследования джемини но более ориентированы на операции предполетные и послеполетные обследования добавили велоэргометр для физических упражнений стресс-тесты и сердечно-сосудистые исследования проводились на земле с помощью этого устройства для измерения отрицательного давления в нижней части тела которая заменила тесты на наклонном столе и измеряла изменение кровяного давления и кровообращения в результате воздействия на нижнюю часть туловища пониженного давления воздуха во время миссии apollo по высадке на луну три отдельных отдаленных района время от времени контролировались одновременно из хьюстона командного корабля на лунной орбите лунного посадочного аппарата 25 градусов на 2 25 и астронавтов в портативных системах жизнеобеспечения когда они работали на луне самый впечатляющий вклад аполлона в дистанционное здравоохранение и медицинский мониторинг был сделан во время полетов на луну это произошло так внезапно что до сих пор трудно осознать что врачи на земле они действительно могли бы давать медицинские советы людям на другом небесном теле нашим собственным ярком естественном спутнике задняя часть отрывается прямо как на снегу давай вернемся джон есть несколько примеров но давайте повторим ту часть человеческой истории которая произошла когда астронавты шепард и митчелл поднялись на конусообразный кратер на земле это было поздней зимой 1971 года на луне экстремальная летняя жара долгого лунного дня внутри скафандров конечно достаточно прохладно ладно жми на хьюстон а у людей нет времени хорошо и прямо сейчас у нас 30 минутное расширение в центре пилотируемых космических кораблей врачи тщательно наблюдали за метаболическими затратами на исследование сравнивая данные предполетных упражнений на эргометре потребление кислорода с помощью телеметрии из рюкзаков и данные о частоте сердечных сокращений с биомедицинских ремней безопасности на каждом человеке метаболический выход был подтвержден измерениями количества оставшегося кислорода и охлаждающей воды и я на минуту переключаюсь на среднее охлаждение хорошо а теперь почему бы нам не отдохнуть там немного минутку частота сердечных сокращений у обоих шепардов митчелов поднялась примерно до 120 пока они поднимались в гору с более высокими показателями это привело к тому что остальные снова поднялись примерно через 17 минут подожди минутку может быть меня обманывают потому что угол наклона совершенно другой чем на равнине и рейдеры выглядят более острыми и разбитыми все в порядке это делает шаги хорошо позволь мне остановиться и отдохнуть здесь оттуда говорю тебе у нас действительно получится панорама у нас здесь потрясающая панорама да у пастуха частота сердечных сокращений выросла до 150 у митчела в этот раз 128 второй отдыхай дистанционное наблюдение за людьми на луне вероятно еще какое-то время будет удерживать рекорд дальности полета а средства связей управления данными были довольно универсальными в центре управления полетами биомедицинские данные могут быть записаны на самописец и любые данные о космическом корабле или экипаже которые нужны летному хирургу могут быть вызваны на компьютер и выведены на экран управления но даже в миссиях по высадке на луну реальные возможности здравоохранения были ограничены за исключением некоторых отпускаемых по рецепту лекарств у членов экипажа не было возможности оказать больше чем первую помощь следующая пилотируемая космическая программа Skyland с отдельными экипажами из трех человек вращающимися вокруг Земли в миссиях продолжительностью до 56 дней каждая имеет больше возможностей для дистанционного медицинского обслуживания и медицинских исследований на борту это помогает иметь больше места, а Skylab примерно такой же просторный как передвижной дом с тремя спальнями это позволяет перевозить на борт более крупное оборудование для использования в полете для дополнения предполетных и послеполетных данных и для записи точного времени когда происходят физиологические изменения и оборудование можно использовать с большей пользой упражнения на виллээргометрии, ранее использовавшиеся только да и после полета на Skylab позволяют измерять скорость метаболизма членов экипажа в полете в состоянии покоя и при выполнении виллээргометрии в то время как метаболический анализатор регистрирует объем и составляющие выдыхаемого воздуха эти тесты показывают как длительная невесомость влияет на работоспособность, измеряемую потреблением кислорода и выработкой углекислого газа другое оборудование и приборы Skylab были разработаны для изучения таких явлений, как влияние невесомости на чувство равновесия оборудование для мониторинга на земле включает дисплей стадии сна объективная оценка сна основана на электрической активности мозга и движении глаз электроэнцефалограф отображает мозговые волны, а электроакулограф указывает на быстрое движение глаз, называемое REM, которое связано со сновидениями для наблюдения за членами экипажа Skylab во время сна была разработана улучшенная система под названием Sleep Monotone System вместо того, чтобы прикреплять электродные датчики кожи головы, испытуемый просто надевает шапочку шапочка содержит электроды для глаз и мозга и усилитель, который помещается поверх шапочки усиленные сигналы поступают на анализатор и оттуда стадии сна телеметрируются на землю кроме того, все данные записываются на ленту для последующего анализа в области дистанционного медицинского обслуживания Skylab близок к тому, чтобы предлагать условия клинической медицины диагностические инструменты включают в себя такие стандартные клинические инструменты, как манжеты для измерения артериального давления, термометры и стетоскопы а также медицинское лабораторное оборудование для анализа крови, мочи и микробиологических исследований для терапии существует широкий выбор препаратов как пероральных, так и инъекционных, для лечения, профилактики инфекций, заболеваний и аллергии есть небольшой хирургический набор, чтобы команда могла позаботиться о незначительных рваных ранах и стоматологическом наборе Годы исследований и опыт полетов привели к улучшению питания и упаковке продуктов питания от этого на полетах Gemini и Apollo до этого на Skylab Несмотря на эти улучшения в здравоохранении и медицинских учреждениях, биоинструментальные системы Skylab и медицинские эксперименты вероятно не ответят на все важные физиологические вопросы, которые существуют в отношении более длительных миссий в космосе когда-нибудь может появиться космическая станция с экипажем из нескольких человек, которая будет находиться на орбите целых 12 месяцев, прежде чем ее заменит другой экипаж в последующие годы могут появиться космические базы, космические фабрики и космические больницы, вмещающие сто или более человек возможно длительные пилотируемые полеты к планетам в пояс астероидов и за его пределы, длящиеся несколько лет и вполне вероятно, что на Луне будет исследовательская база и обсерватория такие будущие разработки в области космических полетов, сегодня легче предвидеть, чем высадку людей на Луну, всего несколько лет назад большая часть базовых технологий для долгосрочных космических путешествий, находится в пределах нашей досягаемости потребности в области здравоохранения будущих космических путешественников, однако, точно не определены еще многое предстоит узнать в области медицинских исследований и клинической медицины в результате этих соображений НАСА разрабатывает всеобъемлющую новую систему это сделает возможным улучшенную бортовую медицинскую поддержку экипажа и более полные медицинские исследования это обеспечит инструменты для адекватной диагностики и лечения травм и болезней а также лабораторию, в которой ученые-биологи смогут проводить передовые физиологические и клинические измерения и анализы в полете и если такая система может быть разработана для дистанционного применения в космическом пространстве, она возможно может быть одинаково полезна для отдаленных районов на Земле независимо от того, расположены ли такие районы в труднодоступных сельских и горных районах или в столичном гетто многие такие районы экономически отдалены, поскольку люди, которые там живут, не имеют денег на обычные медицинские услуги и не имеют доступа к обычным медицинским учреждениям сегодня на Луне нет долговременных космических станций или густонаселенных сообществ где мы могли бы протестировать и усовершенствовать новые системы дистанционного медицинского обслуживания поэтому в партнерстве со службами здравоохранения и управлением психического здоровья министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения NASA создает испытательную базу, прототип в одном из отдаленных районов Земли такая рабочая модель облегчит проектирование улучшенных систем здравоохранения будущего как для космоса, так и для Земли в модели есть три уровня медицинских учреждений первый — центр управления поддержкой медицинских услуг второй — местная клиника медицинских услуг третий — мобильное отделение медицинских услуг по сути медицинский мобильный плюс портативное оборудование и транспорт скорой помощи в местоположении 1 это вспомогательный центр управления в существующей, хорошо оборудованной, укомплектованной персоналом больнице или медицинском центре в непосредственной близости от удаленного района подлежащего обслуживанию центр управления поддержкой в чем-то аналогичен центру управления космическими аппаратами Манна во втором месте положения и сравним с удаленной космической станцией или лунной базой В помещениях находится местная медицинская клиника. В неблагополучном с медицинской точки зрения районе может быть создано более одной местной клиники. Каждая из них будет предлагать медицинские услуги на месте и высококвалифицированные специализированные услуги, оказываемые удаленно из Центра управления поддержкой. Эта имитация местной клиники была любезно предоставлена губернатором и членами Пуэбло-Сан-Ильдефонса в Нью-Мексико. На базе в локации 2 в отдаленном районе будет один или несколько медицинских мобилей с медицинскими учреждениями, подобными тем, что есть в местной поликлинике, но в меньшем масштабе. Это может быть сравнимо с небольшой космической лабораторией, с оборудованием и возможностями, связанными со здоровьем, такими как те, которые мы видели на Skylab. Также в отдаленном районе будут амбулаторные машины скорой помощи и, возможно, пожарные машины для чрезвычайных ситуаций. В некоторых крупных городах медицинский персонал союзников уже прошел подготовку для такого рода обслуживания. В нашей прототипной системе врачи в центре управления будут контролировать уход и лечение пациентов в отдаленном районе. Чтобы быстро добраться до места происшествия или пациента дома, медицинский персонал с портативным оборудованием будет работать из местных медицинских клиник и медицинских мобильных телефонов. Например, медсестра может быстро отреагировать на экстренный вызов, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, затем вызвать по радио или телефону помощь и средства обследования. Врачи в центре управления будут давать свои советы и указания с помощью двухсторонних аудиовизуальных систем. Центр управления поддержкой будет отвечать за направление пациентов в соответствующее медицинское учреждение, за их транспортировку, прием и уход по мере необходимости, а также за ведение всех медицинских юридических записей. Центр будет поддерживать компьютеризированные статистические данные об отдельных пациентах, а также информацию о ценности в масштабах всей области и программах профилактической медицины. И возможно, это самое важное, в центре будут специалисты, способные применить свои специальные знания для ухода за гораздо большим количеством больных и раненых людей, чем это было бы возможно в противном случае. Местная клиника здравоохранения обычно является местом, куда пациент приходит первым, если он болен или ранен. Его история болезни может быть записана на автоматизированном терминале данных, сохранена в мини-компьютере и отображена по мере необходимости врачом или его помощником. Там, конечно, будет стандартное оборудование для физического обследования, лечебные столы, светильники, носилки, термометры, стетоскопы, приборы для измерения артериального давления и клинические лабораторные анализаторы. И большая часть биомедицинского оборудования, разработанного для космических полетов, также будет использоваться в удаленных местах, а также в центре управления. Двусторонняя аудиовизуальная связь между местной клиникой и центром управления будет использовать изображение, фоксимильную передачу данных, голос, и все хорошо зарекомендовавшие себя сигналы космической медицинской телеметрии, которые мы наблюдали в космических программах на сегодняшний день. Физические обследования могут включать в себя многие из космических устройств и инструментов, которые мы уже видели, например, велоэргометр, с дополнительными нагрузочными тестами, добавленными к тестам метаболизма и работоспособности. Это дало бы новые идеи для повышения точности диагностики при регулярных периодических осмотрах. Устройство с отрицательным давлением, при котором верхняя часть тела остается при нормальном давлении воздуха. В то время как давление в герметичном контейнере, окружающем нижнюю часть тела, понижается, может иметь новое применение в клинической медицине. Существуют усовершенствованные методы анализа жидкости организма и новые анализы крови и мочи, которые могут быть быстро сделаны специалистом. Миниатюрная лабораторная система, разработанная совместно с Комиссией по атомной энергии для использования в космосе, адаптируется для использования на Земле. Называемый Gravity Zero или Go Analyzer позволяет проводить целых 16 клинических тестов на одной маленькой капле плазмы. Есть и другие новые тесты для обнаружения и идентификации вирусов. Микроскопические снимки можно транслировать по телевидению в Центр управления поддержкой. Благодаря усовершенствованию спутниковой фотосъемки поверхностей Луны и Марса, ученые-космонавты научились использовать компьютеры для улучшения четкости информационных характеристик телевизионных снимков. Подобные компьютерные методы сейчас также применяются для уточнения рентгеновских снимков человеческого тела. Другие методы могут быть улучшены трехмерные органы тела. Расширяются возможности для оказания медицинской помощи и мониторинга в самых отдаленных местах. Например, система мониторинга сна, разработанная для Skylab, адаптируется для нескольких целей. Новый одноразовый неврологический колпачок с мягкими губчатыми электродами и простыми препаратами понравится пациентам всех возрастов в отдаленных медицинских учреждениях на Земле или в космосе. Специально обученный медицинский персонал союзников, а иногда и врачи, будут ухаживать за своими пациентами под руководством специалистов Центра управления. Можно ожидать новых возможностей для медицинских услуг и охраны здоровья, и кто может сказать, какие будущие инновации в науках о жизни могут появиться в результате партнерства медицинских приложений на Земле с медицинской помощью и исследованиями на новой границе космоса. Субтитры создавал DimaTorzok